В городе проводится плановый контрольный осмотр ремонтов объектов образования. Комиссия в составе замглавы администрации Риммы Карповой, председателя комитета по образованию Любови Владимировой и специалистов муниципального учреждения «Граждан проект» посетили вечернюю школу номер один на улице Свердлова. На ремонт фасада вечерней школы номер один из местного бюджета выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Согласно контракту с подрядной организацией произведена замена всех оконных блоков, завершена покраска фасадов, тонаторцевой стены здания по улице Советской. Сразу хочу сказать, что это здание не является объектом культурного наследия, оно просто расположено в исторической зоне. И тем не менее, его местонахождение диктует некоторую осторожность в использовании материалов в отделке фасада. В общем-то, мы все соблюли, все нормы, мы все соблюли, все соблюдено. Фасады оштукатуривают зимой с помощью подогретых растворов. Тепло помогали сохранить своеобразные теплицы вдоль стены. За качеством материалов и выполнением работ бдительно наблюдали сотрудники муниципального учреждения «Граждан проект». Соблюдается все. Если что-то идет с нарушением, подрядчик либо переделывает за свой счет, либо мы этой работы не принимаем. Если мы принимаем, ставим свою подпись, значит, мы гарантируем, что все сделано качественно. Качество работ получило положительную оценку комиссии и директора школы Светланы Шинковой. Вечерняя школа работает с 1943 года. Частичный ремонт внутренних помещений был произведен в 1996 году. Дату последнего ремонта фасада не помнит никто. Внешний ремонт здания, честно говоря, не помню, потому что здесь работаю с 1985 года, и за это время внешнего ремонта здания не было. Ну вот, наверное, к счастью, в мае к нам заехала глава города Серпухова, который в том числе обратил внимание на плачевное состояние нашего фасада, и было принято решение выделить деньги на ремонт фасада здания школы. Последний штрих в ремонте – это благоустройство входа. Теперь учащихся вечерней школы будет встречать красивый козырек над новыми ступенями.